Ребята, сейчас происходит вулкановское СИЗО, хотят вывести бойцов в торнадо, неизвестно куда приехали, очень много людей в масках, нас хотят развести, убить, уже не раз были угрозы, вся хата залита, мы все стоим в воде, ждем дальнейших провокаций. Уже была попытка штурма предпринята два раза, было две попытки штурма, но славные бойцы торнадо легко отбили эти атаки, и мы заявили о том, что пройдя его бойцами, мы не сомневались. Нас пытаются поломать спецназом, дело торнадо, явная фальсификация. Явная фальсификация, доказательства, доказательства на руках. С нами ничего не могут сделать. Вот, год и два месяца нас уже держат, фактически без санкций, незаконно. На сегодняшний день нас хотят по одному просто поломать и попрятать по Украине, не знаю, по каким-то двалам. Ну, до последнего, просим активистов, просим добровольцев, всех небойдушных, подтягиваться на Лукьяновское СИЗО, город Киев. Сколько мы сможем еще продержаться, ну, я не знаю, но однозначно, если они и смогут нас отсюда вывести, то это тот... Просим максимальный перепост, не оставайтесь байдужими, распространяйте информацию. Максимально попытайтесь распространять информацию, для того, чтобы это не осталось в штукном режиме без слена. Люди, не будьте байдужими, байдужисть убивает вас самих, завтра придут за вами. Давайте разговаривать! Зачем нам это виски? Находите все проблемы, мы друг к другу сами усложняем ситуацию. Если можно подойти, нормально, поговорить, дать яшу, и примем решение, вот. Ну, а так будет многокровен, а ну вам надо. Это нормально, что вы думаете? Да, смотрим. Люди, которые смотрят. Да, да, это делают именно перепост. Вот, они видят. Идет он, это мой эфир? Максимально, да, да, Боря, идет максимальный эфир. мы не нарушали режим содержания вот никоим образом то есть не создавали никакие проблемы на постоянно то есть он качестве постоянные помимо всего прочего сейчас нас просто они оба попала на хотят куда-то деть завели для этого спецназ и подошли камере и все быстро на продолгу и да мы понимаем чем это чревато они поехали за счетами с оружием сейчас нас будут убивать лёш лёш пакет с запретами все приготовили ну вы считаете мельче Слушайте, блядь-то, блядь, включите мозги! Какой пол? Какой пол? Тут пола уже нет. Кто старший? Из вашего? Из руководства? Да. Да. Вопросов нет. Чего вопросов нет? Не расслабляйтесь. Я думаю, что это просто не будет. Но не расслабляйтесь. Все готово! Это будет никакой страшный. Это будут шансы. И с палками, и с оружием. Неизвестно почему, неизвестно какой они сюда приехали и что они вообще хотят. Они никак не комментируют и никак не говорят, что они именно хотят. Они, возможно, хотят нас развести, либо хотят нас убить, либо хотят вывести в Россию, либо в ЛНР ДНР. Это неизвестно. Это все идет из рук нашей власти. Люди, все, кто сейчас смотрит, передавайте всем активистам, все, кто может, подтягивайтесь под Киевское СИЗО. Если вам не безразлична жизнь настоящих патриотов, настоящих людей, которые прошли войну и которые боролись за вас, за вашу жизнь, люди подтягиваются. Ильюша, давай. На еще один. Давай. Паша, не может вода. Вот там, да. Смотри, смотри. Кто-то, пожалуйста. Сюда. Закрывай, заплани. Сколько далеко. Сколько здесь? Да зачем? Какой-то пел. Нет, нет, нет. Все там делают. Да, нет, нет. Все там делают. Сюда. 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 ... Сюда. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 нету там никаких убийств, нету там никаких граждан. Это полная все фикция и фальсификация. На сегодняшний день мы в полном объеме располагаем материалами, которые, соответственно, это все подтверждают. Также на сегодняшний день, уже как год и два месяца, мы вообще незаконно удерживаемся в СИЗО. Просто локализовали общество для того, чтобы мы собственно говоря, не оказывали сопротивление преступления, деятельности, преступному режиму власти. Нас неоднократно пытались подкупить, предлагали нам всякие сделки, пытались запугать, в том числе непосредственно в Аболонском суде, то есть нас вывозили, избивали, мучали, катувалы вплоть до попыток насилования резиновыми палками. На сегодняшний день это все так же само было задокументировано благодаря громадным организациям, активистам и адвокатам. Вот есть документальные тому всему подтверждения. Дело находится в суде. Почему? Потому что следствие пытаются всячески сопротивировать и закрывать. То есть они закрывают, мы в судебном порядке откажем. Этому всему есть подтверждения, были проведены экспертизы, многочисленные побои на нас были зафиксированы. Ну и это соответственно просто скрывается в СМИ, которые сами знаете, кому на сегодняшний день принадлежат. Сегодня, значит, непонятно какие лица, то есть без опознавательных знаков, просто в военной форме и в балаклавах попытались, ворвались в хату, вот, и пытались, ну то есть в камеру, в которой мы находимся, и начали кричать, чтобы мы все лягли мордами в полруки за голову и так далее. Каких-то противоправных действий мы не осуществляли. Никаких ответных заявлений и требований или обручеваний к такому своему непонятному поведению нехладическому, они тоже не объясняли и не выжигали. Явно их не их не от заливать. и заливать из бронзбойта водой. Мы до настоящего момента пытаемся вызвать какого-то старшего офицера, который бы нам объяснил, какие у них требования, зачем они это все делают. Но до настоящего момента никого из офицерского состава руководства следствия не 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 как мы понимаем своего прошлого опыта как нас раньше одевали мешки на голову избивали катувалы всяческие и не можем только догадываться. Просим всех небайдужих, просим громадских активистов, патриотов в действительности приехать под Лукьяновское СИЗО и заблокировать выезд из следственного изолятора. Почему? Потому что по нашим данным под следственным изолятором находится порядком 6 автобусов со спецназовцами и также 3 на территории следственного изолятора. То есть сейчас будет опять очередная попытка штурма. Мы сдаваться не собираемся. на переложителе на решетку расхуярили все. Ну, об решетку да, ну, расхуярили вот на заплату. Нет, я, конечно, до последнего. Да, Да, ну, это не кой-кой-кой. Как вы поступаете? А как он его разобьет? Есть у него штуки? В решетке есть штуки, да. А справа есть? Да. Есть как разбить? Да, да, он место нашел. Только не выбрал, а разбивать. Разбивать. Я не говорю вообще, блядь. Будет что-то хорошо или нет? Алло. Есть, 15 минут прошло уже. что-то 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 Илюша, Мы же даже совет дали, что делать, чтобы кипятить подсолнечное масло и держаться до последнего. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 Неоднократно нам... Вот, смотрим, пол залит. За дверью находится все, чем они бросали, как они пытались врываться, дверь вырвана, пол залит водой, здесь подключена куча электроприборов, то есть может измокнуть, их это не интересует. Молоток, положи рядом, все. Ну что, будем комментировать дальше? Все-таки ждем, мы надеемся на благоразумие, о том, что нам придут, в принципе, объяснят, как складывается ситуация, вот, и что от нас, собственно говоря, хотят. Что это было, зачем они прибежали в масках, это противозаконно, в следственном изоляторе, так как и стрелковое оружие и всего остального. И зачем мы настали газ, вот, и зачем мы педали светошумовые газовые гранаты, тоже нам непонятно. Вот, надеемся, будут какие-то соответствующие объяснения в этом вопросе. На сутки нам собирался прийти Степан Смаров, вот, насколько нам известно, нам будет призывать. Вот, дай бог даст, Степан Илькович, обращаемся к вам, дай бог, бог даст нам возможность с вами встретиться, пообщаться. Почему? Потому что, вот, вы для нас являетесь большим авторитетом, фактически в зерце, он так же само, как и был в школу Кьяненко. Ну, на сегодняшний день мы уже не имеем возможности выказать свое уважение, вот, этому достойному сыну, который много, так же само, как и вы, отдал этой стране. И самое главное, много выстрадал. Мы хотим быть достойными вас, поэтому мы не будем смыкаться перед врагами Украины. Вот, чтобы все знали, что на этой земле есть достойные сыны, которые готовы бороться, которые готовы до последнего вздоха ее защищать. И никак иначе. И никак иначе. Даже если на сегодняшний день мы будем уничтожены, но, тем не менее, мы должны оставить по себе достойную спадщину, вот, которая будет воодушевать, лять наших потомков. Чтобы им не было стыдно за их отцов и за сынов земли украинской. Мы готовы к любому родителю. А вот они, не славные, не скорые, и до сих пор не побежденные. Сколько эти псы не пытаются их сломать. Какие бы маски, какие бы спецсредства они не применяли. Вот сидят ребята с голыми кулаками, маш привет, и дают отпор целой своре тех шакалов. Скажи, торнадо, торнадо это сила. Они слышат. Торнадо, торнадо в Украине. Духу парней боевой, те псы позбивались, они слышат только приказ, их неоднократно приглашали к диалогу, просили, чтобы подошел стаж, объяснил ситуацию, объяснил на каких законных основаниях они сюда ломятся. Но ребята скучковались там стоять, ждут очередного приказа. Ждут очередного приказа. Парни, парни готовы отстаивать свои права, отстаивать правду. Мы восьмой раз призываем их здравому разу, прийти и объяснить цель их такого поведения, что они хотят их добиться. Никто, никто не слышит. А вот комбат, комбаттор надо. Обидно то, что в свою очередь нет диалога. Нет диалога. Все отлично знают, кто в этой камере. Тут офицеры, тут бойцы. Зачем к ним вырываться с молоками, с болгарками, резать двери? Я не понимаю. Это ломка или хотят нас запугать. Но в свою очередь мы после Иловайска не боимся ничего, кроме Бога. И в свою очередь вы видите, уже несколько часов они не могут сюда зайти. Я прошу одного диалога, чтобы они объяснили. Никто разговаривать среди спецназа не хочет. Тут начальник управления, тут много офицеров с департамента, но никто разговаривать не хочет. Как вы думаете, кто им дал приказ, что они в степени перепуганно проглотили языки? Ну, вы можете представить, кто дал приказ, да? Это или Петя, или Аваков, или Луценко. Или Матюс. Матюс. Тупо выполнял все приказы. Не думай. Ребята в масках настроены жестко. Они оскорбляют ману. Позволяют себе брань. Я не понимаю, где их учат этому. Но наверняка. Из каких это пор добровольцы стали бандерировать собак? Кто-то учит их. Наверняка кто-то учит их. Кто-то подсказывает им, как надо разговаривать с нами. И как надо себя вести с нами. Ну, вот такое настроение у власти против добровольцев. В принципе, ничего нового я не сказал. Все в стране отлично видят, что происходит с добровольцами, с настоящими патриотами. Само собой, чаша эта и нас не обойдет. Вот пришло время. И мы, в свою очередь, вы видите, настоим, не дрожим. Но переживаем. Переживаем, потому что мы тоже люди. И переживаем больше за вас. Потому что умереть легко. А вот жить в такой стране, жить в этом дерьме и постоянно чувствовать на шее ошейник и поводок, это, конечно, страшно. Мы все умрем, это однозначно. Разница только в том, кто кем умрет и как умрет. Вот это важно. И какая будет цель этой смерти. Поэтому хочется сказать одно. Пройдут несколько дней. Будем знать, что с нами, где мы, как с нами поступили эти псы. А сегодня, пока что, будьте рядом с нами. Это тоже очень много для нас, значит, молитесь Богу Живому. И Он даст нам еще одну возможность победить этих псов. Слава Украине! Вот такое вот кино у нас здесь получается. В Киевском село. Неизвестно, насколько хватит батареи. Но мы будем до последнего вести стрим. Чтобы люди могли видеть, слышать. Я смотрю здесь комментарии. Люди говорят о журналистах. Да, действительно, очень было бы неплохо, если бы к СИЗО подтянулись средства массовой информации. И освещали это не только отсюда, но и извне. Как происходит захват и пресс добровольцев. В данном случае, да, можно так рассматривать, что здесь обычных людей просто непонятно. Ну, действительно, полицейская держава. Захотели, одели баклавы, зашли, выломали двери, полили здесь все водой. Спасибо. 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 ой дофига дофига или сейчас пока 410 ну постоянно просят говорить громче озвучивать громче говорят о журналистах было бы очень неплохо и еще раз подчеркиваю было бы неплохо если бы каждый пригласил знакомых журналистов чтобы еще и извне освещать эту ситуацию мы до последнего будем вести стрим и те кто рядом при городе живут вам особо просьба не оставайтесь в стороне сейчас поднимайтесь езжайте лукьяновскому сезон блокируйте выход нам нечего скрывать за нами реально правда не дайте им по беспределу вывести нас со среднего изолятора и переломать мы должны объединиться и разобраться в этой ситуации любой другой только вместе объединившись мы можем отстоять свои права отстоять права друг друга сегодня помогаете нам завтра мы помогаем вам и другого пути у нас нету его просто не существует и вы прекрасно сами это знаете у нас нет других инструментов и методов борьбы с преступниками которые находятся при исполнении нам скрывать нечего за нами правда я еще раз повторяю мы открыты вы видите все мы зовем зовем самого начала пытаемся узнать в чем причина и почему спецназ вот и почему нам такое отношение затем пугать на спецназом забегать в хату лягли лицами в пол за голову то есть начали уже хватать людей кидать и все остальное ну то есть так не может быть должны прийти ездить администрация есть определенный порядок соответствующий действий если там кого-то хотят вызвать или еще что-то то есть есть соответствующие процессуальные действия все должно соответствовать буквы закона здесь законом явно не пахнет нас хотели просто нахрапом взять похватать мешки на голову одеть и вывести хлада богу мы уже научены выходили по вопросам контрабанды давай прокуратурганской области показаний где нас также сама развели по кабинет забежали по 10-15 человек без опознавательных знаков так же само как и вот эти парни на них нет шевронов и опознавательных знаков это уже не законно а потом взяли вывезли в харьков избили угрожали там и в посадку и застрелить если не будем сотрудничать и оговаривать друг друга вообще нам какие-то там толмуды не дали возможность не вызвать наших адвокатов ничего вот по сегодняшний день мы находимся вот так вот такая у нас прокуратура вот такая вот такое у нас якобы правосудие в кавычках да и еще раз хотел сказать о том что парни постоянно постоянно требует диалога они требуют чтобы подошел сюда старший этой группы которая подошла в ломилась сюда чтобы подошел старший для того чтобы он объяснил свои действия свои поступки на каких основаниях по какому приказу почему приказу они сюда пришли и что они хотят ноль никакого диалога никто ни о чем говорит они сбились на коридор которые стоят сейчас и ждут очередных указаний поэтому на диалог никто не идет хотя парни подчеркиваю парни требуют диалога они предлагают предлагают сейчас вот вроде бы какая-то передвижка ребята просто стоят в колесах коридоре чего-то ждут видимо какого-то подкрепления видимо им подвозят щит зная тактику спецназа мы предполагаем что сейчас они берут щиты одевают шлем и будут уже более радикальными методами пытаться здесь прорываться вот я думаю что чтобы не произошло вы будете иметь возможность это олицезреть собственными глазами хотя конечно ну дай бог чтобы все-таки нашелся среди среди них и администрации хотя бы один благоразумный человек который придет вы видите мы не опасны мы вполне оплатные чтобы потом не говорили что мы тут устроили пьяный дебош там или еще мы какие-то наркоманы то есть вы видите что парни все трезвые парни спортивные в принципе то есть именно все при здоровом углузде вот и то есть неадекватных тут никого нету если кто-то есть здесь адекватный то это те кто находится за этими дверями их действительно надо изолировать от общества потому что они опасны они не видят нормальных людей они не идут на диалог они понимают только команду фас фас и пошли им говорят ребята вы что творите выйдите сюда и поговорите объясните нет сидят там это сбились опасные опасные люди я не знаю как прошла эта люстрация какая реформа с ними приключилась ну видим то что видим построено какое-то полицейское государство где легко могут поставить на колено на колени тех же добровольцев на майдане где лилась кровь где они могут из сизо вытаскивать людей что хотят мрак мрак убивать спину среди белого дня вы все увидите я думаю что все равно кто-то из администрации возможно смотрит этот стрим вот и я еще раз призываю вас к здоровому углу возьмите за голову кто бы вам не давал какие преступные приказы все равно вы будете отвечать вы будете отвечать как и многие другие такие как белецкий такие как малюта внимание смотрите потушили свет выключили свет то есть возможно это возможно это очередная подготовка к штурму да 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 ну или без да вот вот дерево дерево давай вторую лёш покажите максимум людям конечно до последнего ребята еще раз говорю мы будем вести стрим до последнего конечно конечно да будут лезть сюда вы ребята просто отталкивайте по максимуму мешайте вот они вот они вот они нескоро не не сломлены давай покажем чем это нам все стоит крупным планом в принципе так чтобы люди просто чтобы вы понимали что это отстаивание прав кого вы хотите запугать ребята мы еще вам не заказывали реальных сопротивлений смотри вот это на живой вот это я получил в следственном изоляторе вот это я тоже так само получил в следственном изоляторе то есть чтобы вы понимали это не первая попытка сломать парней ну должно же это когда то закончится поэтому я еще раз они к этому не нашли собственно говоря вот что самое интересное как нам подзывали вот все таки закончится это должно и я еще раз призываю все кто сейчас это видит подтягивайтесь под СИЗО зовите друзей не молчите подключайте журналистов депутатов если вы дадите нас вывести из со следственного изолятора вот и оставите эту ситуацию на самотек то я более чем уверен мы в принципе все уже уверены исходя из своего опыта потому что были неоднократные попытки покушения ломки вот издевательства психологические и так далее это уже венец этого всего потому что до сегодняшнего дня ничего с нами не могли сделать потому что они не могут нас сломать духом они не могут нас лишить нашей веры и боевого духа если вы сейчас оставите это все на самотек позволите нас высти или оставите эту ситуацию не разобраться я более чем уверен ребята больше вы большей части из нас просто не увидите вы думаете подчислены убийства по всей Украине вот у нас не так давно Сокола брата вот убили да там симулировали якобы не сейчас то же самое что непосредственно произошло не так давно с Сарматом вот и до него то есть в центре Киева ходят сепаратисты явные фсбшные рожи коллаборционисты вот разбивают мемориалы да то есть именно то что для нас святое там мемориал небесной сотни просят громче и никто не несет за это ответственность нас лишат жизни найдут на СИЗО кого то якобы бытовую какую то скажите конфликт короче и этот кто то возьмет там на себя собственно говоря ответственность и все и это просто тупо спишется вы сами четко понимаете как сегодня делают блюдки которые захватили власть стране все в ваших руках и все будет на вашей совести видит бог мы стоим и боремся до последнего мы отдали этой стране все что мы имели мы себя не жалеем мы делаем все что от нас зависит ну что кто дойдет разговаривать мы просто поговорили я еще не выходил мы поговорили 15 минут мы стоим ждем понимание надо иметь мы ждем руководство что самое интересное смотрите стоят в маске стоит только спецназ руководства СИЗО нет абсолютно никого нет ни начальника СИЗО нет ни его зама ни оперативников никого где руководство СИЗО в котором происходят вот такие вещи почему они непосредственно не ведут диалог они не пытаются как-то решать эту ситуацию никого плохо слышно говорят очень плохо слышно поэтому просят по максимуму громче говорить чтобы было слышно обрисовывая ситуацию также еще немаловажный факт до сегодняшнего дня нареканий со стороны руководства СИЗО на нас не было это немалозначительный факт почему потому что мы постоянно призвы были корректны в общении как с окружающими с окамерниками так собственно говоря и с руководством следственного изолятора почему вот такая вот складывается ситуация что они хотят я думаю то есть это или какая-то провокация то есть ну как минимум опять выключили свет то есть и 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 опять опять водой поливают опять поливают водой держи пауэрбанк опять они собрались активизировались подтянули какие-то баллоны возможно для того чтобы всячески мешать вести стрим освещать события и сейчас готовятся к очередному штурму стоят что-то там кучкуется ребята ждут ребята не оставляют попыток пригласить кого-то из руководства на диалог на диалог не идут на сегодняшний день у власти вот это все довели страну вот это явно отображает положение дел в стране вот они для себя создали замечательные условия только это свое позабираем что наши родственники купили типа бойлера и они как раз замечательно будут себя здесь реально чувствовать это будет как минимум справедливо да вот тоже показывают да я сейчас покажу все все покажу весь этот грибок все эти стены клопы у нас отдельная тема мы их тут собираем специально в баночку вот такие вот условия смотрите да то что происходит смотрите вот эта банка это вручную клопов собирает вот это клопы вот это клопы и они собственно говоря здесь живые просто давно здесь сидят в этой банке смотрите каждый каждый клопик он размером со спичечную головку а то и меньше видеть сколько этих клопов собирается просто чтобы люди видели чтобы знали правду видите да какие условия здесь какие стены какой грибок тараканы ходят в тапочках в домашних халатах они не стесняются они чувствуют себя здесь хозяевами на ровне с администрацией кстати говоря у комбата травмированная нога но тем не менее при всем при этом вы видите вот комбат у нас боевое никакая болячка его никогда не оставала он всегда за своих бойцов вот в первых рядах вот крепкого ему здоровья пожелаем ну и помощь неравнодушных еще раз и еще раз мы подчеркиваем чтобы все неравнодушные подтягивали сейчас к СИЗО сейчас здесь идет полицейский беспредел люди в масках ворвались в камеру пытаются вывести бойцов торнадо в неизвестном направлении по неизвестным без всяких без объяснений без постановлений без диалога то есть вот просто просто свора собак залетела выломили дверь залили здесь все водой забросали газово и светошумовыми гранатами и пытаются пытаются вывести людей это ли правовые действия и они говорят у нас законы основания парни требуют парень просят чтобы кто-то пришел к ним на диалог и объяснил их действия объяснил их законность никто не идет стоят барбосы в масках никто не администрация СИЗО не старшие этих барбосов никто не идет на диалог вода вода стоит полностью испортили уже личного имущества на каких основаниях это делается это совершенно непонятно потому что жодных обгрунтовань или законных требований они не выдвигали они просто врываются и пытаются всех положить зачем это делать какой конкретно цель зачем пытаться запугать мы не понимаем мы имеем мы защищали эту страну мы имеем право чтобы нам как гражданам украины соответственно до законодательства украины конституции украины были соответствующие человеческие действия соответственно до процессуального кодекса неизвестные обгрунтования что вообще происходит на какой причине они вообще сюда прибыли и вообще что они хотят выйти из батальона торнадо которые незаконно сидят здесь они нарушаются на какой основании они всегда приехали и что они хотят никто ничего не скажет вот неодноразово было сказано что были попытки зайти но мы сидим и мы ждем дальше ждем дальше что они будут мы видите без оружия мы приняли решение почути их сторону что они взагалі хотят за что мы воювали за что мы прорывали свою кровь чтобы зараз какие-то незрозумелые в масках вбивали нас собственно невидомо что там да я я я я я я я я нападающих поступило предложение чтобы один из заключенных вышел для переговоров под матиус опять плетет в ригу что с телефона это ваши грамоток Субтитры делал DimaTorzok Это идет сейчас как будто какое-то, чтобы...